Однако, чтобы сохранить истинную технику и дух Сёбу Япон, победа с одного удара, Джи Кей в конечном счёте организовывает новый турнир – Международный кубок Сёту. В 1985 году прошёл первый международный волн Шотокап в Японии, как доказательством тому, что истинное каратэ стало международным искусством, сохранив присущую каратэ-жёсткость и подлинно японскую самоотдачу. Но европейская культура не всегда оказывала только отрицательное влияние. Благодаря европейскому прагматизму родоначальникам каратэ пришлось пересмотреть некоторые существующие методики, что позволило им развиться в полную силу. Впервые в них появилась ясная и научная форма для каждой позиции и движения. В японской культуре вообще не принято разъяснять ученикам, зачем и почему нужно выполнять ту или иную технику. Такой подход был малопонятен европейским и американским каратэкам, особенно тем, которые никогда не были в Японии и не пропитались духом японских додзи. Большое количество вопросов заставило призадуматься ведущих инструкторов, что привело к вдумчивой работе сенсея Масатоси Накаяма в стенах университета Токусёку. В результате проделанной работы мир каратэ получил уникальные исследования в области биомеханики и методологии. Это позволило системно посмотреть на традиционные японские 3К – кихон, ката, кумите. Немного с другой точки, сохранив при этом проверенный годами баланс. В первую очередь в карате существует базовая техника – кихон. Кихон применяется и в комплексах ката, и в различных видах учебного и тренировочного боя кумите. Изучая ката, мы изучаем приемы, которые применяются в кумите. А в кумите мы выявляем мощь движений, зашифрованных в ката. Таким образом, практикуя ката, мы совершенствуемся в кумите и наоборот. В общем, я считаю, что целесообразно тренироваться и в ката, и в кумите, не пренебрегая ни тем, ни другим. Но лично я особое внимание уделяю тренировке кихон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Без сомнения, каратэ – это система воспитания личности в рамках боевого искусства. Но далеко не все стремятся быть чемпионами и проходить курсы кинчусей. Каратэ стало поистине всенародным видом традиционного искусства, стыряв границы между людьми. Во времена, когда каратэ только начинало развиваться, трудно было представить, что женщины будут приходить в додзю, участвуя в жестких, изматывающих тренировках. А сейчас в Хомбу Додзю Джи Кей существуют специальные женские группы, а чемпионки Японии и мира не уступают чемпионам-мужчинам по технике и духу истинного будзюцу. Я ежедневно участвую в специальных тренировках. Окуе Сатоми, третий дат, родилась 21 марта 1982 года в префектуре Аомори. Закончила университет Камазава. Начала заниматься в 4 года. Девиз – будь счастлив, прилежание – мать успеха. Лучшие спортивные результаты – многократный призер и победительница чемпионатов Японии и мирового кубка Сёта. Большинство занимающихся – мужчины, и бывают такие ситуации, когда мне просто не хватает физических сил. Но все-таки я всегда стараюсь работать вместе со всеми, ни в чем не уступать инструкторам-мужчинам. У меня лучше получается кумите. Но поскольку я считаю, что в карате все важно, и кумите, и като, и кихон, я стараюсь совершенствоваться и в като. Хотя это требует от меня определенных усилий. Для меня карате – это сама жизнь, равно как и моя жизнь – это карате. Современное карате – это прежде всего замечательная традиция, в которой найдется место всем, где каждый человек обретет частичку себя, своей души, кокора. Несмотря на многие разговоры о правомерности лидерства японцев карате, многие забывают, что карате не ограничивается только соревнованиями, что в первую очередь карате – это культура и традиции страны восходящего солнца. И кому, как не им, в первую очередь, ближе душа карате-до. Целью карате как вида спорта является участие в соревнованиях и, конечно же, достижение побед. Но возможности участия в соревнованиях очень ограничены. Что же касается карате как вида будо, то им можно заниматься очень долго, практически всю жизнь. По этой причине в настоящее время японская ассоциация карате стремится культивировать карате именно как вид будо. Что же касается соревнований, то участие в них является всего лишь одним отрезком на пути будо. У каждого человека на его жизненном пути могут быть свои цели, свои мечты. Но что касается японской ассоциации карате, то она стремится сохранять и развивать карате именно как подлинный вид будо, позволяющий адекватно действовать в любой ситуации. Вот это и есть, по моему мнению, настоящее будо. И, наверное, лучшим доказательством, да и эпилогом программы служат кадры тренировки Масаки Уэки, технического директора GK. Эти кадры были сняты совершенно случайно и тем выше их ценность. Сэнсэю почти 70 лет, но движения его до сих пор мощны и красивы. Выходя из зала после тренировки, Сэнсэй сказал мне, и так каждый день. Без сомнения, он является олицетворением нихон карате кёкай, олицетворением того, что карате не может закончиться никогда. Оно может меняться внешне, но не может потерять свой внутренний стержень, который и является, по сути, организацией. Организацией, которая, несмотря на великое множество споров, является мощнейшей структурой, развивающейся токан карате. Она ревностно хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Будущее, которое делают все инструкторы, все любители и поклонники сётокан. GK твёрдо знает, искусство, которое не развивается, мёртвое искусство. И главный хранитель традиции – сердце каждого из вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!